МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей студии сегодня Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II в лице. Заведующий кафедрой начального образования Института Людмилы Николаевны Прокопьевой. Людмила Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Мария Николаевна Слепцова, старший преподаватель кафедры дошкольного образования Института. Мария Николаевна, добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. И, в общем-то, по-другому-то быть никак не могло, потому что в эти дни в нашем городе прошло важное глобальное мероприятие в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Я говорю о форуме, межрегиональный образовательный форум, итоги которого мы сегодня будем подводить вместе с вами. Вернее, будете подводить мы, а мы, я и слушатели, и зрители послушаем. Наверное, мой первый вопрос о том, как прошел этот форум, традиционное это мероприятие, и есть ли какие-то новшества в этом году. Ну и, наверное, цель этого форума основная, важная задача. Еще раз добрый день, уважаемые гости. Вообще, вот у нас 6-7 июня Институтом развития образования и повышение квалификации имени Семена Николаевича Донского II совместно с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия был проведен вот этот, как вы уже сказали, межрегиональный образовательный форум. Называется «Траектория взаимодействия. Семья, детский сад, школа». Вообще, примечательно то, что данный форум, он у нас прошел, был посвящен как раз-таки году семье в Российской Федерации и году детства в Республике Саха-Якутия. Если говорить вообще про форумы, у нас форум является, скажем так, наверное, визитной карточкой нашего института. Они у нас традиционные. Но данный форум, он впервые у нас прошел, потому что тема была очень актуальна, это преемственность. Когда на одной площадке мы собрали воспитателей детских садов и учителей начальных классов, чтобы обсудить вот этот вот, скажем так, глобальный вопрос. Процесс важный, процесс. И еще мы за кадром говорили, я удивлена, что на этом форуме могли присутствовать родители детей и дошкольников, да, и школьников. Мне кажется, это прям очень круто. И какие родители могли прийти, то есть они должны были как-то о себе заявить, они, может быть, какие-то активисты в рамках школы или детского сада, или это какой-то родительский комитет. Расскажите, пожалуйста, и насколько родители хотят участвовать в таких мероприятиях? Коллеги и друзья, добрый день. Да, действительно, форум у нас уже, как Людмила Николаевна сказала, он традиционный, уже третий год в летний период проходит. И, что немаловажно, в этом форуме принимают участие ежегодно не только педагоги детского сада, в этом году и начальная школа, но также родительская общественность, которая немаловажна и абсолютно, скажем, актуальна, все, что касается образования детей. Это очень нам импонирует, потому что, действительно, сейчас у нас по майским указам президента Российской Федерации от 2018 года мы должны обеспечить общение с детками с двухмесячного возраста. Поэтому родители, молодые родители, они очень активно и плотно сотрудничают не только с детскими садами, но и с школами, ну и, в частности, с нашим институтом. То есть ваш институт, он может консультировать, оказывать помощь родителям прямо практически с самого рождения их ребенка? То есть это не обязательно прямо вот перед школой, перед самой? Да. Да. У нас с 2018 года открыт республиканский сетевой центр поддержки семьи. Он, значит, начинал свою работу под патронажем федерального проекта поддержки семьи, имеющих детей. И на сегодняшний момент в детских садах, при детских садах, сейчас порядка 487 консультивных центров, которые помогают родителям абсолютно на безвозвездной форме. Ну, то есть в таком порядке консультирования, патронажа педагогического, да. Ну и, собственно говоря, вот онлайн ситуация диагностики и помощи тоже проводится. Ну, это даже вот ребенок, который еще до ясли, да, совсем маленький? Да, да, да. А что за помощь? И насколько родители часто к вам обращаются, вот, детей такого раннего возраста? Потому что я даже не думала, что, исходя из названия вашего института, что это настолько рано помощь оказывается детям, настолько раннего возраста. Большое количество родителей обращается. Обращаются они через, значит, непосредственно детские сады, которые являются сетевыми базовыми площадками нашего института, кафедры дошкольного образования. И вот по возрастному цензу могу сказать, что это дети и двумесячного возраста, и шестимесячного возраста, и полуторагодовалые дети, ну, и также детки, допустим, восьмого, седьмого, шестого года жизни. Но месячные они же еще не в детском саду? Нет, но тем не менее, вот они могут, скажем, попросить помощи педагогической какой-то, да, возможно, там, или, возможно, какой-то ситуативной помощи психолога по ситуации воспитания, ситуации присмотра за детьми, потому что консультирование детские сады проводят не только педагогическое, но и могут сопровождать по медицинским аспектам, по психологическим аспектам, ну, и просто по социальной ситуации семьи тоже, детские сады безвозмездно для обратившихся проводят консультации. Все это бесплатно получается? Абсолютно. То есть мама, женщина, которая стала совсем недавно мамой, у нее какие-то вопросы психологического плана, да, социализации и так далее, она может просто пойти в ваш институт? Могут позвонить по телефону приемной, да, сразу определят номер сотрудника, который будет проводить консультацию. Конечно, бывают моменты, когда к нам обращаются за помощью родителей, возможно, не с Якутии. То есть ситуация часового, часовой разницы, она иногда нас затрудняет, да, вот, но мы стараемся в течение вот определенного времени, допустим, суток, да, на вопросы отвечать. Даже не из Якутии, а из других городов, из других регионов. Меня очень радует момент, что в 19-м году, в 19-20-м году мы имели честь работать и сотрудничать с федеральным порталом растим-детей.рф, Министерство просвещения Российской Федерации. Надо же, а вам не тяжело справляться, или не очень много вопросов? Это же большой объем, выход за республику. Ну, легких путей мы не ищем, конечно, сложно, возможно, сложно, но тот факт, что мы можем помочь, что детские сады и школы могут помочь родителям, и родители ищут сотрудничества взаимно, каких-то точек сопрестновения, конечно, это тоже нас воодушевляет, скажем так. А диалоги, да, об ответе на вопросы родителей, да, вашими специалистами, или какая-то еще помощь, оказывается? Ну, в основном... В основном консультативная. Да, да. По вопросам образования, возможно. Да, потом, например, у нас есть очень хорошие психологи, и сейчас вот как раз-то вот когда пора вот сдачи экзаменов, то есть и здесь тоже наши психологи приходят на помощь. Экзамены, это же большой стресс для детей, вот сейчас прямо смотришь, насколько... Конечно, и не только для родителей, но и для родителей. Для родителей, да, которые там еще и дежурят, да, и насколько там ужесточаются какие-то вот условия для сдачи ИГ, и как дети это переживают, там, конечно, какая-то нужна очень серьезная поддержка. Для наших слушателей и зрителей я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы тоже можете задать вопросы, свои вопросы нашим гостям. 32-00-66, 32-11-66, телефоны прямого эфира. Мы немножко отвлеклись от форума, от важного события, ради которого, собственно, вы сегодня и пришли. Расскажите о том, что интересного было для вас, как для специалистов во время этого форума. Может быть, какие-то интересные гости были, интересные темы. Я когда просмотрела программу, меня заинтересовали вот темы финансовой грамотности, да, потом развитие речи. Понятно, что сейчас это одна из важных актуальных проблем в игровой форме, да, еще то, что я за что-то здесь выписала себе авторские какие-то интересные, да, вот были. Ну и, конечно, творческие способности. Может быть, вы подробнее расскажете о каких-то секциях, о том, как это работало. Да, конечно. Какие были популярные. Очень радует тот факт, что к нам на нынешний форум, форум у нас в этом году очень необычный, потому что он проходит в юбилей Института развития образования, Института развития образования и повышения квалификации в этом году исполняется 85 лет. Поэтому это значимое событие. Вот, и в рамках этого форума к нам прибыли, прилетели наши коллеги из издательства просвещения, с Министерства просвещения Российской Федерации и с Института Израя. Поэтому очень значимо, что они у нас выступали на пленарной части, были ответы на вопросы, поэтому это, конечно, большой плюс для нашей аудитории. Не каждый год мы в таком составе экспертов собираем. Ну и, конечно, в рамках этого форума были очень интересные, помимо того, что было три трека, они касались и дошкольного детства, и семейного образования, и начального образования, и в том числе и проходили лаборатории, лаборатории творчества, да, это синтез трёх искусств, лаборатория психолого-педагогических технологий, а также лаборатория игровых технологий, потому что действительно, ну, скажем так, мы всю жизнь играем, да, начиная с семьи и заканчивая уже взрослым периодом жизни. Поэтому мы искренне надеемся на то, что вот работа лабораторий, треков была полезна и несла какой-то посыл на то, чтобы и мотивировала педагогов на будущее и свершение. Спасибо. Когда я говорила о том, что я к своему удивлению узнала, что были и родители, я ещё и к удивлению узнала, что были родители и особенных детей на этом форуме. С какими проблемами, с какими вопросами? Или вы сказали, что они могут выступить? С какими, может быть, вот спичами они приходят? О чём они говорят? И насколько получают обратную связь на таких мероприятиях? Насколько быстро? Ну, здесь родители, вообще вот на самом деле родители особых детей, вообще вот когда мы говорим про особых деток, и вот до этого же мы говорили, что у нас сейчас идут речевые проблемы. Вы знаете, я вот хотела просто статистику сказать. В прошлом году, если я не ошибаюсь, проводили исследования и проводили будущих, ну, исследования среди будущих первоклассников, проверяли речевое развитие в городе Якутске. И получается из общего количества детей, 66% детей, нарушение речевого развития. То есть, как бы вот эта тема очень актуальна. И поэтому, конечно, когда вот родители приходят, а у меня кафедра, она не только начальная класса курирует, а ещё и инклюзивное образование. То есть, мы работаем с педагогами, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями, да, и с родителями. Приход, конечно, со всеми проблемами. И учителя встречаются со многими вопросами, потому что сейчас очень сложно. Это и наши с вами федеральные адаптированные программы, и федеральные образовательные программы, да. То есть, учитель в классе, если у меня в классе сидит ребёнок с ограниченными, ну, с особыми образовательными потребностями, и норма, развивающийся нормотипичный ребёнок, да, то есть, учитель должен работать по нескольким программам за раз. И вот они, ну, вот с этими проблемами они к нам подходят и получают консультацию. После таких мероприятий что меняется в жизни профессиональной наших учителей, наших воспитателей и родителей? Ну, вот здесь вот на самом деле вот это вот, как я уже до этого говорила, да, что тема-то, она очень актуальная, и мы впервые провели такой форум. То есть, когда мы собрали, опять-таки, я повторяюсь, учили и начальных классов, и воспитателей на одной площадке, да. И сейчас по окончанию данного форума, так как работа там, мы просто сейчас для себя наметили дальнейший путь развития, то есть, дальнейший путь к диалогу с воспитателями, чтобы не было как раз-таки проблем, не секрет же, да, что учителя начальных классов не всегда довольны, скажем так, да, то есть, есть претензии к воспитателям, да, у воспитателей, может быть, есть претензии к учителям начальных классов, да, то есть, нету вот этого диалога. И сейчас вот этот диалог мы начинаем выстраивать. И следующий шаг у нас получаются уже какие-то совместные курсы. Да, Мария Николаевна? То есть когда уже, понимаете, учитель начального класса должен хорошо представлять работу воспитателя. То есть воспитатель над какими навыками должен работать? То есть какие навыки он должен развивать у ребёнка дошкольного возраста, чтобы вот этот ребёнок дошкольного возраста пришёл в школу, он был готов к школе. Сейчас, не секрет, у нас не все дети готовы к школе. Социально адаптированы к школе. Почему? У нас и проблема получается в начальной школе. То есть не все сразу вливаются в этот учебный процесс. И вот этот конструктивный диалог будем дальше выстраивать. То есть тогда учителя начальной школы, они могут рекомендовать воспитателям обратить внимание на какие-то определённые аспекты, чтобы потом уже получить ребёнка более подготовленного к учебному процессу. Но здесь, наверное, так это громко сказано, потому что у нас есть федеральные образовательные программы. То есть сейчас, когда мы говорим о преемственности, это у нас программы. Это федеральная образовательная программа дошкольного общего образования и федеральная образовательная программа начального общего образования. Там конкретно всё расписано. То есть над какими базовыми умениями и действиями должны работать, ну должны развивать в дошкольном образовании. Вот ребёнок приходит с этими навыками, начальную школу, И дальше идёт уже развитие вот этих навыков. А расскажите, какие это навыки должны быть? Потому что как-то я смотрела тест, который предлагается заполнять детям перед тем, как идти в школу. Мне кажется, я сама бы этот тест не очень соответствовала. Там какие-то были пункты очень сложноватые, сейчас, правда, не вспомню. Какие навыки обязательны для ребёнка, чтобы он переступил впервые порог школы? Ну, здесь, наверное, самый такой вот навык – это, наверное, всё-таки психологическая готовность. От того, что ребёнок умеет читать, писать, это не означает, что он готов к школе. Ребёнок должен быть психологически готов. А в чём это проявляется? Ребёнок должен понимать, что игровая… Вот смотрите, ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте – это игровая. Да. Вот. То есть в детском садике он играет. Пришёл в школу, у него ведущий тип деятельности становится как учебная деятельность. То есть ребёнок должен уже понимать, что у него меняется вот этот тип деятельности. А как он поймёт, он никогда этим не занимался? А вот как раз-таки вот этому как раз-таки воспитатели учат. То есть чтобы ребёнок вот так вот… У него это должно пройти постепенно, незаметно. То есть это не должно быть такого вот… Постепенной адаптации. Да, постепенной адаптации, ну, как обычно у нас происходит. Вот ты 1 сентября обязательно должен идти в школу, всё. Надо тебе, хочешь, не хочешь, ну ты обязан идти. Вы не замечали такую тенденцию, что именно вот в первый класс дети идут с большим желанием, с радостью. Они вот именно идут, как на какой-то праздник. В последующие годы у них это желание становится… Почти хочется угасать. Да, меньше, меньше, меньше. Может быть, они… Вот эти неоправданные надежды ребёнка, да, то есть они не готовы к тому, что будет происходить в школе. Может быть, учителям здесь не под силу, потому что это же такой процесс, который уже такой закостенелый. Ну, здесь самое, наверное, вы знаете, то есть вот ребёнок, чтобы у него не погас огонь в глазах, чтобы он каждый год в школу шёл, как на праздник, это должна быть очень хорошая, наверное, мотивация. Вот. А как её, эту мотивацию, ребёнку создать? Какой она должна быть? Ну, здесь уже вот этот вот мотивационный период у каждого учителя, у них свои секретики есть. Но самое главное, конечно же, это доброжелательный климат в коллективе. То есть ребёнок, чтобы безболезненно адаптировался, чтобы он влился. То есть ситуация, когда ребёнку будет комфортно. Да. Как и дома, так и в детском саду, так и в школе. Так и в школе. Если ребёнку будет комфортно в этом классе здесь и сейчас, то, конечно, он будет раскрываться. Если, к сожалению, ему будет некомфортно, никакой учителя, никакой воспитатель, достаточно будет сложно. Ну, вот здесь вот комфортность, это, конечно же, у тебя микроклимат в классе, это уже зависит, конечно же, от учителя. Микроклимат в группе, это зависит уже от воспитателя. Просто вот этот ещё стресс для ребёнка, когда он из начальной школы переходит вот в это среднее звено, там, получается, у него уже много предметов. Бывают ещё и классы как-то соединяют, да, дети новые могут быть коллективы. Смена классного руководителя. Классный руководитель другой, и вот это, мне кажется, даже больше стресс, нежели вот из детского сада в первый класс. Потому что тут вроде от одного воспитателя к другому воспитателю, а там у тебя уже несколько, получается, руководителей. Вот имейте в виду, после начальной школы, четвёртый класс и пятый класс. Общее звено, да. Да. Там, да, там не всегда наши детки проходят, вот этот вот адаптационный период проходит безболезненно. Это не всегда, да, потому что, вот как вы правильно заметили же, обычно вот ребёнок в начальной школе, у него одна учительница. В его глазах это царь и бог. И так проще, конечно, когда фокус внимания не рассеиваешь. Дорогие гости, у нас остаётся до окончания этого блока одна минута. Может быть, я что-то не спросила очень важное. Ну, давайте я уточню, да, что у нас помимо того, что были мероприятия, у нас была ещё и выставка, где педагоги и детского сада, и начального класса, начальных классов могли показать свои мастер-классы. Это были и мастер-классы по лучших педагогам республики, то есть победителей конкурсов, и учитель года, и воспитатель года. Это проект «Семь народов, семь алмазов», который объединяет семь основных народов республики. Это мастер-классы прекрасных наших мужчин, педагогов, которые работают в детском саду. Их у нас 121, усатые няни, да, в нашей республике. Причём это феномен, который пока ещё не повторим. В Российской Федерации таких вот феноменов пока нет. Мы пока первые. Вот, поэтому то, что педагоги показали здесь сейчас опыт, который они уже внедряют, и идёт такая трансформация детского сада в школу, это достаточно, скажем так, и полезно, и нужно в данное время. Спасибо вам большое, извините, что перебиваю. Дорогие слушатели и зрители, вы не переключайтесь, скоро увидимся. Второй блок. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, ещё раз приветствую вас. Мы продолжаем прямой эфир, и в нашей студии новые гости. Это преподаватели начальной школы и воспитатель, участники межрегионального образовательного форума, который прошёл 6 и 7 июня в нашем городе. Сейчас я представлю своих гостей. В нашей студии Александра Ларионова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер один. Здравствуйте, Александра Захаровна. Также в нашей студии Анна Стручкова, учитель начальных классов Батакайской школы, отличник образования Республики Саха-Якутия. Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии Анастасия Нестерова, воспитатель детского сада «Улыбка», посёлок Чуропча и победитель республиканского конкурса «Воспитатель года 2024». Анастасия Николаевна, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. В первом блоке мы сказали о том, что Межрегиональный образовательный форум – это важное глобальное мероприятие и для нашего города, и для нашей республики. Разделяете ли вы это мнение, и в чём заключалось ваше участие в этом мероприятии? Расскажите, пожалуйста, кто начнёт, как хотите. Ну, я скажу. Форум прошёл действительно на ура. Организация была тщательно подготовлена. Это было сразу, с первых же дней было видно. И, конечно, этот Межрегиональный форум доказал, что нам действительно нужно объединиться, создавать какие-то творческие, познавательные проекты для того, чтобы мы, воспитатели, учителя, вместе работали, вместе что-то создавали. И организаторы затронули очень актуальную тему для нас. Мы раньше были разделены дошкольники, дошкольные учреждения отдельно, педагоги отдельно. А мы на этом форуме наконец-то поняли, нам действительно нужно объединяться, что-то придумать. Только тогда мы можем друг другу помочь. Вот поэтому мы все должны быть вместе. И создавать какие-то проблемные вопросы. И в спорах, конечно, создается истина. И на этом форуме, на втором дне, я выступала и защищала свой проект, «Мой открытый мир». И я очень благодарна организаторам за то, что вот каждого они слушали очень внимательно, обменивались опытами. Во время перерывов мы знакомились с воспитателями, которые работают вообще очень творчески. Мне понравились выставки ихние, мастер-классы. Такие хорошие работы были выставлены, проекты. Поэтому нам было удивительно, нам было приятно смотреть на них. Даже вот пообщаясь, мы узнали, что в детских учреждениях работают очень талантливые, творческие, умные воспитатели. Это всё зависит, конечно, от их методистов, от наших коллег, от наших организаторов. И спасибо ещё раз им за то, что они вот такой актуальный вопрос подняли и нас объединили. И я не сожалею, что была на этом форуме. Тем более вы проделали такой путь. Вы же из Батагая, из Батагайской школы. Как вот в вашем посёлке, какие у вас проблемы, что вас тревожит? Насколько вы можете вот на таких мероприятиях, на таких форумах рассказать о каких-то своих сложностях и получить вот прямо обратную связь и какую-то конкретную помощь? Наша школа, это в центре находится, там учащицы 630 примерно, ну там всё меняется, да. А в детских садов у нас 5. 5 детских учреждений. И мы как-то все разброс работаем. А сейчас уже я туда поеду и, конечно, расскажу про этот форум. И этот форум действительно нам открыл глаза. Мы должны их понять, мы должны с ними сотрудничать, мы должны с ними объединяться и создавать проекты. А ещё мы вместе должны посещать вот такие форумы, курсы вместе с воспитателями. Только тогда мы поймём проблему преемственности. Вы сейчас поедете и будете собирать какое-то общее мероприятие вместе с воспитателями из детских садов и преподавателями в вашей школе. Что нового вот вы им расскажете, что вот вы узнали в этой теме преемственности, что важное? Что важно, что мы должны сначала, да, увидеть, сами посмотреть, как работают, как ведут работу воспитатели. И мы должны посещать их занятия, мы должны знакомиться с будущими нашими первоклассниками. Мы должны их уже с малых лет знать, какие нам дети должны приходить, какие у них таланты, какую работу они ведут, с какими программами они работают. Всё мы это должны уже знать вот с малых их лет. Только тогда мы можем их понять, их работу. Мы должны посещать их выставки, мастер-классы. Мы должны все вместе, все вместе объединиться и обсуждать проблемные вопросы. Вот этот форум и поднял вот этот вопрос, очень проблемный вопрос. Актуальную тему они подняли. Они взяли очень хорошую тему и, главное, объединили 500 делегатов. Это же всю республику они почти охватили, всех педагогов. Отрадно, что вот именно количество приглашённых, уже мы все с открытыми глазами уже вышли от этого форума. Видно, что вы очень впечатлились. Значит, они нам открыли дорогу. Нам показали они, Давайте спросим у воспитателей детского сада, Анастасия Николаевна, как вам вот эта вот идея о преимственности? Что для вас самое ценное было в программе этого форума? Спасибо. А так, конечно, я тоже участвовала. Два дня проходил форум. Были очень эти два дня насыщенные, познавательные. В первый день я прослушала интересное пленарное заседание, участвовала в выставке, а на следующий день я показывала мастер-класс по своим авторским играм и пособиям. И хотелось бы, конечно, сказать огромную благодарность всем организаторам за то, что собрали нас всех вместе, педагогов-практик, и мы пообщались с единомышленниками, обменялись опытом. И этим опытом и знанием мы поделились вместе со своими коллегами и будем применять в практике. Вот вы сказали, вы автор, у вас есть своя программа, авторская программа. Вы поделились, что это за программа, может быть, в двух словах скажете. Ну, я занимаюсь сейчас исследовательской деятельностью. Мы с детьми проводим различные опыты, эксперименты. И у меня есть лаборатория-экспозиция под названием «Торачон мир». И ещё у меня авторская игра называется «Эргетик и пик». Пик — это природно-интерактивный календарь. Вот это я показала на мастер-классе. Всем было очень интересно, заинтересовались. И самое главное то, что детям это тоже нравится. Это вы сами разработали такую игру? Да. А почему именно в этом направлении? И что это даёт детям? Почему именно исследовательская деятельность? Потому что сейчас детям хочется всё потрогать, пощупать, что-то самим сделать. Поэтому именно в моей лаборатории дети могут в любое свободное время прийти и начинать делать различные эксперименты. Это даёт им возможность, чтобы у них было воображение. У них речь развивается, познавательное всё у них развивается. А какой-нибудь эксперимент расскажите? Вот, например, пришли дети, что они могут сделать в вашей лаборатории, как пример? Мы можем провести, например, фильтр по очистке воды. Мы можем посмотреть, что притягивает магнит. Смешивание красок, цветов. Сделать дождик, например. Ну да, и много интересного. Очень много интересного. А для себя вы что из этого форума взяли? Какая-то авторская программа чья-то или какая-то игра, которая вам запомнилась, и которую вы точно для своих детей привезёте, как некий трофей? Я была во втором треке на территории возможностей. Я посмотрела много различных мастер-классов. Понравилось всё. И я очень отрадена, что в нашей республике сейчас очень много опытных педагогов, у которых прямо глаза горят, да? И у них у всех разные методы и приёмы. И вот что мне больше всего понравилось? Вырезание из цветной бумаги и делали они потом рисунок. Мне это понравилось. Все были интересные. Вообще это, конечно, очень здорово, да? Общаться с людьми вот в своей теме, да? Такое сообщество, где ты понимаешь, о чём тебя понимают, где могут оценить какие-то твои новшества, какие-то твои изобретения. Конечно, это очень круто. Александра Захаровна, давайте послушаем вас. Вы преподаватель школы номер один. Учитель начальных классов. Что для вас ценного было на этом форуме? Что вы для себя подчеркнули? Что вы уже готовы внедрить в школьную программу? Расскажите, зачем это вы будете делать? Ну, для начала хотелось бы, конечно, поблагодарить организаторов за возможность участвовать в таком, да, принять участие в таком масштабном мероприятии. Интересно было всё, полезно было, я хочу сказать, всё, да. Мы, конечно же, общались, мы узнали всё равно. Каждый что-то новое для себя узнал. Из своего опыта мы, из представителей нашей школы, там поделились своим опытом, была площадка, да, площадка, мы распространяли опыт, рассказывали, и вот как у нас там проводится вот проектная деятельность. Интересно было послушать других коллег, да, на эту тему. И отрадно, что школы очень тесно сотрудничают с детскими садами. Не бы не менее это есть, всё равно коллеги поделились опытом, что они вот, начиная с подготовительной группы, например, начинают заниматься проектной деятельностью, сетевой проектной деятельностью, да. Конкретно я поделилась опытом, поскольку мы являются, наша школа входит в сеть политехнических школ, но у нас больше техническое направление, и мы в этом направлении вот развиваемся в сторону вот подготовки технических специалистов, получается, да, у нас, и у нас, начиная с начальной школы, есть занятия по лекоконструированию, робототехнике, есть своя авторская программа, образовательный проект в нашей школе, и, конечно же, вот проводятся различные мероприятия и конкурсы, объединяющие семьи, такие как инженерная семья, вот недавно, вот в прошлом году только начали, и, на самом деле, вот объединять семью, детский сад и школу – это вот огромная работа. Я считаю, конечно, вот сама являюсь многодетной матерью для этого, поэтому вот именно система образования, естественно, связана, могу сказать, со всех сторон. У меня есть и дошкольник, и школьники, и вот на подходе ещё и выпускники среднеобразовательной школы, получается. На форуме в первом блоке, мы об этом говорили, могли присутствовать и родители, как раз вот это вот вы говорите, возможность сотрудничать и преемственность, опять же, какой-то опыт, ну и, наверное, возможность выстроить диалог с родителями. Насколько это получается сегодня? Какие сложности в этой теме? Или, наоборот, всё хорошо? Потому что всё равно же ребёнок, он всё-таки формируется в семье, потом он идёт в детский сад, потом в школу, и всегда возвращается снова в семью. О чём важно договориться родителям? О чём должен быть этот важный диалог в пользу ребёнка, в его защиту, в его поддержку? Ну, главное, их заинтересовать. Вот как? Родители же любят своих детей, да? А детей привлекать в различные кружки. Например, у меня есть кружок юношных матистов. Мы последние годы стали привлекать отцов и проводить очень много соревнований. И тут с людьми они и сами являются отцы. Они рады, да, когда ребёнок занимает места призовые, в следующий раз они приходят, приводят ещё младшенького. Вот так вот идёт, поэтому нужно привлекать. А последние годы ещё стали с детским учреждением привлекать детей на такие соревнования. И тут уже приходят дошкалята, потом начальные классы, средние, взрослые. И уже у нас как бы идёт взаимосвязь. И мы уже от них получаем из детских учреждений готовых детей, которые умеют играть в шашки-шахматы. Вот нужно привлекать. В мастер-классах мы увидели тогда, да, тоже вот некоторые проектные игровые занятия и пообщались с воспитателями. И они тоже говорят, мы привлекаем родителей через творческие рисунки детей, через концерты, через конкурсы творческие. И родители сейчас молодые, поэтому им нравится, когда их ребёнок выступает, да, когда участвует. Поэтому, мне кажется, больше творчески подходить. Про игры очень много говорили, да. Игры с родителями совместные можно, соревнования организовать, походы совместные. А родители насколько готовы в этом участвовать? Насколько охотно они это делают? Потому что не секрет, что всё равно же все заняты, да, тем более, если много детей в семье. Нет, а если, да, ребёнок занимает какие-то места, родители всё равно, они всё бросают и приходят смотреть на это. Не все же займут победителей, там, сколько, три места. Но тут нужно как продумывать? Для начинающих отдельно, для средних, вот, но им так не говоришь, просто приглашаешь их. Я всегда так делаю, например, да. Чтобы по уровням всех. Ага, по уровням как-то, но я называю их совсем по-другому. Ага, совсем по разным названиям я праздники придумываю. Например, сегодня у нас будет праздник светочков, приходят девочки только, да, светочков, ну, или я, например, мартовские девочек сегодня приглашаю, или декабрьские, вот, как-то нужно, это, учителю нужно подходить творчески. Тогда или воспитателю тоже. Вас слушаю, мне кажется, очень любите свою профессию, вы прямо говорите и светитесь. И вас, наверное, и дети, и родители тоже очень любят за такую вашу преданность. Да, ну, мы преданы, да, все-таки 35 лет педагогической работе, поэтому все время, каждый год открываешь все новое и новое. И в таких форумах уже глаза открываются. Я часто бываю, ну, люблю ходить вот на такие форумы, очень люблю, потому что я узнаю очень многое. В республике у нас талантливых педагогов, учителей очень много, мастеров и родителей много. И поэтому я вот коллективу, да, вот, переподготовки учителей, в КРО, очень благодарна. Это ихняя работа. Вы, наверное, потому что все-таки вдалеке от столицы, да, от нашей живете, и для вас эта поездка, наверное, очень много надежд с ней связано. Да, связано. Хотя у меня отпуск, но все равно я трачу свои дни на такие мероприятия. И я знаю, что вот организаторы все равно, они очень внимательно относятся к каждой актуальной проблеме и проводят интересные такие мероприятия, курсы, семинары. Поэтому я довольна очень. Ну и все-таки два дня всего, да, при таком количестве людей, при таком вообще большом, много секторов, да, всяких разных подразделений, как это, не знаю, как сказать, тематик разных треков. И все это уместите в два дня. Это, конечно, нужно очень, очень организации очень много внимания уделить, и все это должно быть тщательно. И вы благодарили сегодня организаторов. Это вы говорили о институте, да, развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Доскова II. И также, наверное, мы говорим сегодня и по организаторе. Это Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия. Да, конечно. Надо напомнить. А я хочу, в свою очередь, поблагодарить Дарину Николаевну Санникову. Она тоже специалист из Института развития образования и повышения квалификации за помощь в организации эфира. Я была рада с вами познакомиться, рада была услышать о том, как для вас, как для учителей, для тех, кто потом с тем, что он узнал на таких мероприятиях, на таких форумах, как потом с этим работать и доступно ли это. Но судя по тому, как горят глаза, как вы рады и довольны, все это хорошо и все пойдет в дело, все пойдет в копилку. Ну и, конечно же, на пользу детей и родителей. Спасибо вам большое. Благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире. Наших слушателей и зрителей я благодарю за внимание. Всем желаю хорошего вечера. Оставайтесь на нашей волне и на нашем канале.